МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Что мы желаем друг другу на любой праздник? Ну, конечно же, в первую очередь здоровья. А что вы сделали сегодня для собственного здоровья? Не переживайте, потому что даже просмотр программы на здоровье улучшает самочувствие. Проверим. Сегодня в выпуске. Зумба – фитнес для тела, задоволение для души. Секреты популярности веселого тренирования. Как скидать вагу при правильно и вкусной диете. Как работают физические вправы в программах с худнением. Вы уже на веселе? Потому что у нас очень весело. И тут алкоголь совсем не при чем. Мы танцуем зумбу, а зумба в переводе с мексиканского – на веселе. В программе на здоровье мы обязательно контролируем свое здоровье. Итак, пульсометр на месте, параметры выставлены. Вперед на тренировку! Вот кто подарил миру зумбу. Колумбиец Бетто Перес. Совершенно случайно. Хореограф, придя на тренировку, забыл стандартную музыку для фитнеса. Включив обычную автомобильную подборку, Петя, но начал импровизировать. Произошло это 18 лет назад. В Украине зумба уже 6 лет. И в Харькове балл зумбы правит свой король. А вы знаете, что пульс 167? 170. Укрепляем сердце. 170. А это только 10 минут начала тренировки. Вы знаете, что у меня пульс 170. Как вы себя чувствуете? Пока что прекрасно. 15 минут тренировки. Когда устанете? Ну, еще минут 30. Ждем. Зумба включает в себя все латиноамериканские ритмы всевозможные. Выделяет несколько базовых шагов. И во время тренировки мы используем эти базовые шаги. И танцуем элементарную хореографию, которую можно сразу повторить. Чем уникальна эта программа? То, что человек, не имея никакой танцевальной подготовки, может сразу зайти в зал и начать двигаться вместе с нами. Потому что движения настолько просты, что их можно повторить с первого раза. Оно всего получается. Самое главное – это то, что дает нам наш преподаватель Ярик. Это энергетика, которую он все заряжает. Тренировка по программе «Зумба фитнес» строится таким образом. Есть три части. Первая – это разминка. 10 минут мы разминаемся, мы активизируем все наши мышцы для дальнейшей нагрузки. Потом у нас основная часть, там, где мы уже непосредственно танцуем и используем танцевальные ритмы. И в конце каждого класса мы делаем стрейчинг, чтобы растянуть наши мышцы обязательно. Вот знаете, такие люди, например, вот как я, которые, ну, как бы танцевать-то любят и думают, что они умеют это делать, но на самом деле есть такой, знаете, страх – не получится. Это, знаете, вот как, когда ты только начинаешь ездить в машине, все вокруг едут, а ты вцепился в руль 30 километров и такое ощущение, что ты стоишь на месте. Вот на «Зумбе» все гораздо проще. Тренер же все показывает, что делать. Эту ножку, эту ножку, кружимся. Легко. Пробуйте. Пробуйте. Я много где проводил классы, в других странах Европы был, и я могу сказать так, что там люди более раскованные. У нас все-таки немного боятся зайти, боятся быть смешными, боятся получить удовольствие от того, что они танцуют. За мужчин я вообще молчу, то есть, к сожалению, здесь мужчины вообще считают, что танцы не для парней, и все в таком роде. Когда они заходят впервые на класс, я чувствую вот эту зажатость у людей, то есть, он зашел, он пересилил этот момент, то, что он зашел в зал. И потом, вот со временем, допустим, у кого-то проходит неделя, у кого-то проходит месяц, у кого-то проходит полгода, и он раскрывается. Он начинает улыбаться, он начинает вот отдаваться тебе, он начинает общаться с тобой, он начинает общаться с окружающими людьми. То есть, он постепенно раскрывается, и вот этот момент для, не знаю, как для других инструкторов, но для меня очень важный. Это самая вот большая моя награда, когда я вижу, что мой студент, он раскрылся. Офишите, что вы чувствуете. Прилив эндорфина. Счастье. Счастье. Радость. Прилив энергии. Радость. Эндорфина. И мы можем говорить до сих пор. Посмотрите, 50 минут танцуем. Ужас. Целый час напрягаем людей. Секрет популярности зумбы очевиден. Она не наскучивает так, как обычный фитнес, при этом нагружая все группы мышц. Особенно, если сочетать разные виды зумбы – степ, тонинг, центао или аквазумбу. Это отличная кардиотренировка. Благодаря прыжкам, постоянной динамике делает сердце более выносливым. Скручивания, приседания, выпады и быстрый темп помогают оставить в зале лишние килограммы. Могу сказать, что, конечно, в тренажерном зале, наверное, так не вспотеешь, да? Нет, вообще никогда. Вообще. И вообще как-то нудновато и скучновато. А сюда вот за энергией, за позитивчиком, да? В том числе. Ну, а мы какие-то цели ставим? Однозначно. Какие? Вы знаете, я когда первый раз пришел, я стоял где-то там в углу. И, собственно, у меня ничего не получилось, потому что я в жизни ни черта не танцевал. Но со временем я переместился ближе, ближе, ближе. Вот я сейчас в первом ряду. Знаете, что такое в первом ряду? Знаете, что для этих людей важно? Попасть в первый ряд. А когда можно попасть в первый ряд, а? Что нужно для этого делать? Практиковаться, практиковаться и практиковаться. И вот тогда вы в первом ряду. И вы считаете, что вы уже звезда? Похудеть здесь нет проблем. Если придерживаться еще правильного питания, то на самом деле здесь приходишь и минус 500 грамм, наверное, обеспечено. Обязательно. То есть выходим, все выкручиваем просто себя. После зумба. Сейчас я вам скажу, что такое зумба. Вот. Вот что такое зумба. Видите? Вот это зумба. Это настоящая тренировка. И у каждой из них, у каждой из них такая тренировка. Ура! Зумба! Вот как надо на самом деле тренироваться, да? То есть вы увидели, насколько у вас, да, запаса энергии хватает. Ну и поскольку процесс жиросжигания уже запущен, мы на этом не останавливаемся и идем еще на одну зумбу, на Аквазумбу. Ну что, мечтали о зажигательной латиноамериканской вечеринке на берегу моря? Аквазумба, присоединяйтесь! Тренер может отдохнуть, а нам придется поработать, ну, наверное, вдвойне, потому что сопротивление воды. И потому что тут включаются другие мышцы, другое ощущение, совсем другая работа тела. Но это стоит попробовать, это что-то неповторимое, невидимое, это Аквазумба. У каждого хореографа свои движения, свои комбинации, свои фишки, и они о них предпочитают не рассказывать. Да, но это же все секреты каждого инструктора по зумбофитнес, поэтому я, наверное, сегодня вам не буду о ней говорить. Вот как в спорте ты тренируешься, участвуешь в соревнованиях, выигрываешь и получаешь медаль. А к чему к зумбе должны привести эти веселые, но очень интенсивные тяжелые тренировки? К чему? Да к зумбопати! Здесь говорят, если ты не танцуешь, день прошел зря. И тут времени зря не теряют. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Время невысполнимый ресурс. И если вы тратите его на собственное здоровье, каждая минута должна работать на вас. Посещение тренажерного зала в комфортном для вас графике. Для укрепления здоровья мы составим индивидуальный график пребывания в нашем СПА-центре Миста. Инновационные тренажеры обеспечивают совершенно естественные траектории движений рук и ног. Продуманная биомеханика отвечает за вашу безопасность. Ах, этот вожделенный мышечный рельеф. Оказывается, все возможно при правильном подходе, вернее, системе подходов. И да поможет вам тренер. Сопровождение специалиста – это разумное использование чужого опыта для достижения ваших целей. Экспериментировать с собственным здоровьем не стоит. Для достижения результатов мы проводим антропометрические измерения, измерение индекса массы тела, кардиотестирование, измерение подкожно-жировой клетчатки. Все тренажеры кардиозоны оснащены интеллектуальными системами контроля пульса и частоты сердечных сокращений. Просто беги, дыши и контролируй показатели. Обычно я привыкла накручивать километры в лесу, но в плохую погоду сайклинг – отличная замена, прекрасная альтернатива, а еще это выносливое сердце, крепкие ягодицы и прекрасное ощущение для разнообразия. Расширяем диапазон нашей физической активности, больше выносливости, больше активности, силовые тренинги. Это из разряда, как они это выдерживают. Тело требует большей динамики, интенсивности. Здесь вы почувствуете такие мышцы, о которых не догадывались. Интервальные тренировки, интенсивные круговые тренинги. Вы сами выбираете тот вид активности, в котором нуждается ваше тело. Для повышения выносливости, скорости метаболизма, рельефности мышц. Ну что, вы готовы? Мы хотим успеть все. Тренироваться, но так, чтобы не скучать. Прокачивать мышцы весело и получать эмоциональную разрядку. Топовые направления фитнес-индустрии к вашим услугам. А теперь пора на время забыть о бешенном ритме за окном. Включаем ощущения и погружаемся в другую реальность. Аквазона СПА-фитнес-центра Миста – идеальное место для отдыха и занятия спортом. Акваэробика – силовые и интервальные тренировки в воде. Плавание – занятия для будущих мам и детей. Реабилитационные программы. Ведь плавание – идеальная активность для здорового позвоночника и суставов. А это зона расслабления, умиротворения и наслаждения. Ощутим на себе достижения мировой оздоровительной культуры. Гидро- и таласотерапия. Бальнеология. Эстетическая и аппаратная косметология. Классические, восточные и аппаратные техники массажа. Процедурный хамам. Весь комплекс имиджевых услуг. Парикмахерские. Стрижка, окраска, укладка любой сложности. Процедуры по восстановлению волос. СПА-уход. Ноктевой сервис. Услуги маникюра и педикюра. Визаж. Профессиональный макияж. У каждого свои задачи, мечты, ожидания. Сюда приходят и остаются. В команде профессионалов, единомышленников и друзей. Аппетит приходит во время еды, а лишний вес позже. Но некоторые считают, что лишнего веса не бывает, а есть запасной. Сегодня мы узнаем, как за один месяц избавиться и от того, и от другого веса. Раиса одна из участниц декабрьской программы коррекции веса в центре Вобновского. Пришло время подвести итоги. Пациентка пришла с весом 72 килограмма. После месяца занятий и соблюдения режима питания, вот соблюдение этой программы похудения, 66,2. В целом мы сбросили 5 килограмм 800 грамм за месяц. В начале программы и каждую неделю мы обязательно меряем объемы, кроме веса. И сейчас у нас финальный замер, и мы узнаем, насколько мы сантиметров потеряли. Толья – самое узкое место. Здесь у нас минус 11 сантиметров. Бедра. Здесь у нас потеряли мы 3 сантиметра. Бедро – минус 5 сантиметров. И на уровне бицепса нижняя третья плеча – минус 3 сантиметра. То есть кроме того, что еще лишний вес, мы потеряли около двух размеров одежды. Это очень радует. Среди всех участников Раиса показала лучший результат, поэтому мы ей дарим, кроме здоровья, еще такой приз поширительный – это фитнес-трекер, фитнес-браслет, который поможет ей сохранять свою форму, считать калории, шаги и быть здоровой вместе с нами. Спасибо большое. В течение месяца Раиса питалась по индивидуальному меню, составленному диетологом, где учитывались ее предпочтения в еде, соблюдался водно-питьевой режим. Один раз в неделю – обязательное взвешивание и замеры объемов тела, коррекция меню. Также в программу похудения входили три прессотерапии, индивидуальные занятия с реабилитологом на тренажерах три раза в неделю. Вот некоторые говорят, что для того, чтобы сбросить вес, нужно просто есть на полтазика меньше. Вы как? Не согласна. Вы стали кушать больше и при этом сбросили вес? Да, да. Расскажите, пожалуйста, вот ваша диета – кефир, яблоки и так целый месяц. Или все-таки вот что вы кушали, как вы кушали, изменилось ли ваше питание? Питание разнообразное, питание сбалансированное. И то, что врач-диетолог составлял меню, даже по питанию, я ела больше, чем ела раньше. Были и каши, были и салаты, были и фрукты, и овощи, и мясо, и рыба, все, что обычно. Даже в меню был и шоколад, было и шампанское. У меня наладился желудочно-кишечный тракт, к чему я очень довольна. Почувствовалась легкость, легкость в теле. Я могу ходить без проблем, где я раньше задыхалась по ступенькам. А сейчас я чувствую себя хорошо. Я очень довольна. Большое спасибо Ирине Алексеевне. Мне кажется, что пока в списке продуктов есть такая фраза «и чего-нибудь к чаю», с лишним весом бороться бесполезно. Так все-таки мы можем себе, когда ставим задачу похудеть, позволить все-таки что-то любимого, вкусного и не очень полезного. Новая программа «Детокс-очищение», программа после новогодних праздников, она как раз включает тот комплекс продуктов, которые позволяют исключить вредные продукты и медленно, не спеша отойти от вредных, запрещенных продуктов и получать все полезные и даже сладости. Но, скажем так, существует принцип взаимозаменяемости. Почему мои пациенты худеют, стройнеют, потому что они не голодают. Это прежде всего. «Детокс-программа», на что она рассчитана? На пациентов, которые хотят стать стройнее, здоровее к весне. То есть после зимних праздников организм зашлакован. Поэтому избавление от шлаков, токсинов и детокс-программы – это своеобразная пауза для организма, дать возможность перезагрузиться и прийти к весне. Помимо того, что мы решаем вопрос с избыточным весом, нормализуется функция кишечника, очищается кожа, человек становится более работоспособным, более подвижным. И усталость, тяжесть – это все уходит вместе с лишними килограммами. Новая детокс-программа «Коррекция веса и очищения» стартует в центре с 14 января. Набор в группу продолжается. Елена, у нас участница новой программы, и мы сегодня начинаем с замеров. Возможно, это наш будущий победитель, мы в это верим. Да, вот прежде чем приступить, естественно, нам нужно понять начальный вес и состав тела. Поэтому мы взвешиваемся. Здесь вводятся индивидуальные параметры – возраст, рост и пол пациента. Эти цифры меня не очень радуют, но я думаю, что через месяц я буду очень приятно поражена. Так как с Ириной Алексеевной, как с диетологом, мы с ней сотрудничаем уже давно. Но вот благодаря ей мне удалось после родов сбросить 10 килограмм веса. А сейчас, в связи с новогодними праздниками, конечно же, мне захотелось поучаствовать в детокс-программе, для того, чтобы очиститься. То есть у вас есть уже хороший положительный опыт? Уже 10 килограмм там оставили в прошлой жизни. Все, значит, теперь, получается, мы оставим еще определенную часть килограммов и приобретем только здоровье и положительные эмоции. Вот с этого и стартуем. Я, конечно, переживаю, потому как диетолог Ирина Алексеевна рассказала мне о том, что придется отказаться от моих любимых продуктов, от сладкого, от мяса. Ну, я думаю, что результат будет стоить этих ограничений. Ну, на самом деле сладости могут быть правильные. Да, я вас научу, какие правильные сладости употреблять и чем им заменять. И, возможно, даже вот человек, который любит сладости, он или не допивает воды, с этим тоже будем разбираться, или все-таки не хватает ему каких-то микроэлементов. Елена любит овсяную кашу. Вот на завтрак мы едим овсяную кашу, омлет или кусочек сыра, дальше у нее перекус. Это или любой фрукт, мандарин, орешки. В обед это первое, это или крем-суп, или первое, там, кусочек мяска. Вечером перекус также это овощи, если молочные продукты, любимые ее, да, качественные молочные продукты. И вечером это порция салата с рыбой или с фасолью, с бобовыми. Вот, собственно, это примерно один день. Каждую неделю мы будем садиться, обсуждать ее меню. Как прошло, как она перенесла, это повторное взвешивание с объемами. И дальше составление индивидуального меню на неделю дальше. В детокс-программу Елены будут входить занятия на тренажерах два раза в неделю и групповая партерная гимнастика, прессотерапия и индивидуальное меню. Важным фактором успеха в детокс-программе является круглосуточное сопровождение диетолога и доверие. Пациент может обратиться за помощью в любое время, когда появляется риск сорваться и нарушить диету. Страсть к еде и перееданию – это зависимость, которую легче преодолевать сообща, ведь диетолог всегда найдет оптимальное решение. По-моему, надо что-то прекращать. Или есть, или взвешиваться. Но особенность новой детокс-программы в центре Бубновского заключается в том, что… Что мы выбираем? Мы будем и есть, и взвешиваться. Вы верите в это? Я не очень. Мы проверим. Тем более, что у нас есть новая участница, будущая победительница детокс-программы, да, Ирина? Вы верите, что можно и есть, и взвешиваться, и получить результат? Зачем мы сегодня пришли? Вот и заманчиво. Вот это все и заманивает. Как это все можно сложить в одно? Отказаться от самого дорогого, от… От чего вам придется отказаться? Вам уже сказали, от каких очень вкусных, но очень вредных продуктов? Саладюшки. Сладенькое, сладенькое. Кофеечек, конечно же, да. Мясо. Ну, как без него? Ну, впрочем, будем-будем стараться. Какая основная цель ваше участие в детокс-программе? Что вы хотите вот конкретно получить, что вы хотите убрать, от чего избавиться? Минус 10. Минус 10 в весе. Минус 10 в возрасте. Минус 10 в объемах. Ну, везде. Вы знаете, вот говорят, вес – это не возраст, его можно сбросить. Но уникальность детокс-программы, что здесь можно сбросить и вес, и возраст. Во всяком случае, вы ставите себе такие задачи. Мы вам желаем удачи. Спасибо. Сбрасывайте, потому что через месяц мы посмотрим результат. Будем стараться, да. Готова, Ирина? Да. Вперед. На старт. Вы готовы тут жить круглосуточно в этом зале? Или все-таки не придется нам каждый день тренироваться по 5 часов? Какую физическую активность вы планируете? Мы будем тренироваться 3 раза в неделю, чтобы мышцы успевали восстанавливаться. Это физиология, поэтому рекордов нам не нужно, нам нужно плавно, умеренно. Тем более у Ирины есть ортопедические заболевания, да, поэтому наша задача – не навредить, а мягко, плавно прийти к результату. А вот сейчас будет самый смак, самое тяжелое, я считаю. Ну, ничего, справимся. Если стресс нужно снять, сюда нужно бежать, не заедать. Ну, было такое. Килограммы увеличиваются, а настроение остается прежним. А тут уходит все – стресс, усталость. Уходишь такой заряд энергии позитивной. И на всех разливается она прямо. Особенно домочадцы рады. Мама не зла. Также Ирина будет получать прессотерапию, это лимфодренажный массаж. Цель наша, чтобы убрать отечность нижних конечностей, облегчить ножки, да, это такой пассивный массаж ног, лимфодренаж и плюс – это антицеллюлитный эффект. У нас очень важный момент в программе, потому что у нас есть уже победительница этой программы, человек, который опробовал ее на себе, ощутил эффект и сбросил вес 6 килограмм. Более того, решил вопросы по здоровью, улучшил ситуацию. И сейчас Раиса даст вот самый главный совет. Подбодрите девчонок, что им нужно делать для того, чтобы достигнуть результатов. Ну, единственное, что нужно делать – это выполнять все рекомендации диетолога. И все будет хорошо, и радоваться жизни, и все придет само собой. Спасибо большое, мы вами гордимся, вашими победами, потому как мало того, что вы похудели, еще раз решили проблемы по здоровью, то это для пациентов этого центра самое необходимое. Как говорится, упорство и труд – жир перетрут. Поэтому мы встретимся с девчонками через месяц, и они нам покажут и расскажут о своих результатах. Есть такое? Да, есть. Договорились. Все, договорились, увидимся. Генеральный партнер программы «На здоровье» – медичные центры доктора Бобновского в Харкове. Генеральный партнер – медичные центры доктора Бобновского в Харкове.